Здравствуйте, друзья! Мы сегодня собрались с Сашей, чтобы рассказать вам о том, как у нас прошли съемки в прошлом году, ну, чтобы отчитаться, как вы понимаете, как у нас шел монтаж, какие у нас планы в этом году, что мы будем делать, и когда закончится монтаж оставшихся фильмов. То есть, забегая вперед, сразу могу сказать, что мы пока только половину материалов обработали. То есть, у нас еще предстоит довольно много работы в этом смысле. Ну, это основная работа, конечно, на Саше, совершенно титанический труд. И так получилось, что мы не до конца выполнили обязательства по отношению к Доброй Земле. То есть, мы обязались в пяти фильмах рассказать о Доброй Земле. Мы это постараемся сделать на будущее, обязательно свои обязательства выполним. И в том числе, расскажем вам о том, что здесь будет происходить. Довольно интересная программа на это лето планируется. Дело в том, что у нас два года по всем известным причинам не было фестиваля. А в этом году их, можно сказать, будет несколько, но они будут меньше. Буквально через три недели, в выходные дни, 11-13 июня, будет небольшой фестиваль под названием «Хороводы мира». Но эта программа как раз среди всех, которые будут летом, она больше всего похожа на фестиваль на Доброй Земле. Там будет Сергей Ефимовичев, группа «Аура мира», «Союз Шадровых» и другие коллективы. Трехдневный такой небольшой фестиваль. Потом 2-3 июля, но это как раз по времени, когда у нас обычно был фестиваль, будет такой музыкальный фестиваль «Мост через вечность». То есть музыкально-философский проект. Там будет «Калинов мост», камерный оркестр «Карелия», «Середина», «Таисия Краснопевцева», «Неизвестный композитор». Будет не только музыкальная программа, но еще предполагается некая такая философская составляющая этого проекта. Там будут круглые столы, презентации книги Федора Лазутина. Кто, если не знает, в этом году произошло большое событие. Вышла книга о Федоре Лазутине, очень рекомендую вам ее почитать. Можно будет купить, кстати, как раз у нас ее. 30-31 июля будет философский ретрит «Встреча с собой», на котором будут Виктор и Татьяна Коллеговы и группа «Одно но». Это, кстати, будет на мой день рождения как раз. И в конце лета, 20-21 августа, будет программа «Летняя классика на доброй земле». Группа «Симпл Мьюзик Ансамбль», «Барочная лютневая музыка» и «Приглашенная звезда». Можете посмотреть, мы добавим ссылку под видео, а так можете найти группу «Доброй земли» в ВКонтакте. Там подробная информация. В принципе, уже вышел пост, более расписан. Но я уже не буду сейчас здесь отнимать время ваше на это. То есть я вам рассказал, и еще информацию вы увидите в описании, если захотите потом подробнее посмотреть. Итак, возвращаемся к нашим съемкам. Какие у нас были итоги съемок в прошлом году? Мы сняли материалы в 13 родовых поместьях. 14 начали почти. Да, ну даже уже почти начали, да, 14, по-моему. Ну, то есть ты как бы сделал съемки фото, да, и там частично видео, да, какие-то тоже сделал. Да, да, я надеюсь, что мы закончим в этом году. Надеюсь, вот, ну, как бы наши соседи не потеряли, так сказать, запал сняться вот в нашем проекте. Вот, был очень интересный для нас прошлый год в том смысле, что у нас было два выезда в другие поселения. Мы съездили в Миродолье, это Подмосковье, и съездили в поселение Благодать, это Ярославская область. Вот, нас там встречали друзья, было очень душевно, интересно, трудно, вот, но в первую очередь интересно. То есть, как бы, вот пока эти фильмы, они не готовы у нас как раз, мы сделали 6 фильмов на данный момент из 13, как бы, да, полностью отснятых. Сейчас пойдет про Миродолье, а потом про Благодать. Да, и, в принципе, вот, как Саша говорит, что уже там где-то близко седьмой фильм, и это будет первый фильм, как бы, на выезде, который мы сделали. Мы, собственно говоря, мне самому интересно посмотреть, на что это будет похоже. Шикарное поместье на 4 гектара. Да, да, ну, как бы, там, получается, многопоколенческая семья, вот, и у них очень интересный подход, и там одновременно, там, и, как, туристический такой проект внутри поместья. Ну, я, честно говоря, приветствую такое, как бы, многообразие. В общем, мы сняли материалы в 13 поместьях, 6 уже сделали, 7 на подходе. Ну, озвучь, Саш, может быть, как получается все-таки, вот, по срокам, когда, ты предполагаешь, будет, мы сможем доделать. Ну, ты сможешь доделать, потому что я уже тут, кроме как тебя морально поддерживать, уже ничего не могу. Ну, во-первых, компьютер замечательно, да, это все отлично. Ну, человеческий фактор, вот, как я уже сказал. Вот сейчас вот весна, сейчас немножечко видео притормозились, потому что нужно заниматься, в общем, поместьем, огород возделывать. Очень, кстати, за лето и за то время вообще, когда я занимался монтажом первых шести фильмов, странно так получается, накапливается очень много других дел. Как это, да. Несделанных дел? Несделанных дел, да. И вот чем дальше, тем их больше, в общем, их становится. Я сейчас активно решаю, думаю, как это все раскидать мне, и в то же время, чтобы фильмы выходили. Ну, вот я все-таки рассчитываю, что, как бы, вот этот весенний период кончится, продолжатся выходы фильмов, нужно исправлять звук, вот это вот все. Я, в принципе, тебя прекрасно понимаю. Ну, я, как бы, да, на первом сезоне я посмотрел, второй раз мне уже сложно смотреть даже вот то, что я делал, потому что, ну, как бы, то ли опыт появляется, да, то ли какое-то уже видение, я уже не могу пропустить какие-то вещи. Но это муки творца, это так бывает у многих. Я думаю, зачем вот эти вот профессии звукорежиссер, да, там, оператор, тот, кто, как бы, заранее, там, подсказывает, где кому что встать, вот, как бы, тот, кто видит всю картину, да. Зачем они, то есть, вот они зачем. И на постобработке, на монтаже, вот я этим занимаюсь. То есть, я вижу картинку, она у меня там съехала куда-то, я ее там обрезаю, как-то паноронирую. Зато я, как бы, стараюсь максимум выдать того, что я могу в данный момент. Ну, я, знаете, как, друзья, к этому отношусь, я, когда с Сашей разговариваю, я, наверное, не такой перфекционист, как он, но я понимаю также, что он должен получать удовлетворение от той работы, которую он сделал. То есть, если он сделает так, как ему не понравится, у него не будет вот этой радости от выпущенного. В любом случае, его будет мучить. Вот муки творчества, они так вот устроены именно, да. То есть, там, писателю, который написал, там, Льву Толстого, он ненавидел потом первые свои, там, «Войну и мир» и остальные, там, эти, которые он написал раньше. То есть, ему все приходили, благодарили его за это, а он говорил, идите отсюда, вот, вообще, там, терпеть не могу. Ну, так устроена жизнь, поэтому, ну, это непросто. Ну, мы стараемся, мы, в общем, видим ваши отзывы, спасибо за это большое. Также тут вот хотел пару тоже слов сказать, что у нас какие изменения еще произошли. Мы, я говорил об этом раньше, что мы второй сезон размещаем на двух каналах. Вот, и, возможно, из-за этого у нас стало поменьше просмотров. Возможно, так технически просто устроены на YouTube, он понимает, что это один и тот же материал, и он размещен в двух местах. И, как бы, если бы он был в одном месте, то есть, YouTube, возможно, его рекомендовал бы более активно. Но мне просто хочется тоже свой канал развивать. У меня есть некие свои планы, там, некие свои, там, такие, концептуально-философские, там, видео выпускать дальше. Сейчас я пока тоже не успеваю, вот, и хочется тоже, как бы, свой канал развивать. Поэтому, вот, отчасти у нас такой вот нюанс, так сказать, по вот этому второму сезону. Постарались пораньше начать публиковать видео и выяснили, то есть, неожиданно, первое у нас видео уже в июне вышло, по-моему, да, сразу же, да. Вот, и оно получило гораздо меньше просмотров. Но мы понимаем, друзья, что, как бы, те, кто нас смотрит, скорее всего, им в июне не до наших видео, так скажем. Вот, ну, как бы, немножко грустно это, то есть, видимо, зимой-то проще смотреть, да, потому что нету этих дел всех на земле. Ну, какой-то большой части, вот, вас, наших зрителей. Но, тем не менее, то есть, мы, конечно, будем выпускать уж, как у нас получится, чтобы это не затягивать. Вряд ли мы, наверное, все за лето сделаем, правильно? Я бы сказал бы честно, то, что я буду стараться раз в месяц выпускать, как раньше. Ну, раз в полтора месяца. Ну, там, если уж кому-то это интересно вдруг, то есть, неинтересно, промотайте там 30 секунд. Ну, как бы, у меня машина сломанная, я сейчас ее, там, перебираю двигателем. У меня там все по месте, как бы, в недоделках. Я это берусь, там, что-то делаю. Плюс ко всему веду, там, канал. Пишу все посты, придумываю тексты. Вот, ну, вот это все время немножко занимает. А чисто погружаться, как вот, в фильм, да, ну, у меня пока то ли профессионализма не хватает, и то ли я себя, как бы, берегу, потому что я боюсь переработать, и что мне станет там что-то уже в тягости. Вот, тоже не хочется такого. Вот, и поэтому, ну, даже вот я могу там потратить два часа. У меня бывает иногда просто я на отдых меняю, ну, на какое-то другое дело. Вот, потому что, ну, как бы, чувствую, что я сейчас сделаю хуже, чем я, когда буду готов. Когда вот будет желание возникнуть. Я там, когда желание возникает, я, например, могу настолько продвинуться за один день. Ну, я поддерживаю Сашу в этом, вот он мне сказал, я поддерживаю это. Вот, то есть мне это близко и понятно, что иногда действительно проще дождаться момента правильного для того, чтобы сделать определенное дело, и ты сделаешь его быстро, хорошо, там, ну, эффективно в этом смысле, чем ты будешь его вымучивать, там, не знаю, то есть ты можешь его иногда сделать за час, а будешь там в другой, там, день или несколько дней, там, как-то вот вокруг него, там, плясать. Поэтому, ну, здесь уж как получается, по-прежнему все это нравится, и, ну, мне вот очень понравилось вот съездить вот в другие поселения. То есть я был, в принципе, в этих поселениях, но приезжаешь вроде только к друзьям, а здесь вот посмотрят еще другие. Причем так тебе квалифицированно все рассказывают. Ну, не знаю, меня вот это зажигает, честно говоря. Очень много вдохновения это дает, и я сам себе завидую. Ну, вообще-то, вот сейчас вот этот, вот седьмой фильм Миродоли, первый наш, да, смотрю, и мне так радует то, что я там хоть немножечко получше начинаю соображать, как надо снимать. Это есть, каждый следующий фильм я смотрю, а здесь я уже это учел, здесь я это учел, вот, здесь там звук классно получил записать, правильную петличку повесил человеку. То есть приблизительно месяц-полтора, то есть если у нас остается, считаем, еще семь фильмов, ну, или там шесть с половиной, ну, пускай будем семь, да, считать? Семь, да. Вдохновение, как будет, как будет возможность, то есть будем стараться, но все-таки это получается, ну, где-то... К Новому году закончим. Думаешь, да? Да, да. Ну, у нас осталось меньше, тогда арифметика не сходится, ну, ничего, посмотрим. Ничего, сойдется. Конечно, когда мы снимали летом и говорили, то есть у меня спрашивали, вот, хозяева, так сказать, поместья, которые нас принимали, рассказывали, я говорю, ну, может быть, мы к Новому году, как бы, сделаем, вот, ну, ваш фильм. Они говорили, ну, к Новому году, так долго? Вот, ну, Новый год прошел, так что это оказалось не очень долго, мы чуть дольше записали. Может быть, люди думают, что нас там много? Ну, просто люди недооценивают же, когда ты не занимаешься этим, и вот так вот, да, то есть ты не совсем понимаешь, там много нюансов. Я, собственно говоря, сам-то до сих пор, вот, ну, Саша рассказывает, хотя я немножко тоже занимался монтажом, но на таком очень, как бы, там, где-то подрезать, где-то там звук отсоединить, там что-то, ну, очень колхозный. Расскажу, так, чтобы было интересно кому-то. Отсылку к фильму про Шахмановых, пол фильма, процесс общения был за столом, да, и вот там Вася поставил кружку красную с Нес-Кафе, в общем. Я так знаю, то, что, как бы, если такая штука есть, бренд, да, особенно сильно раскрученный, то есть могут проблемы с видео возникнуть. Ну, то есть человек просто захочет и забанит, да, и скажет, там, ну, как-то наложить какую-то пелену на кадры, там, ну, есть такая возможность, ну, зачем мне это? Я сразу же, ну, думал, как исправить. Брал такую затиралку красного цвета, там, нарисовал, и, в общем, под каждый кадр, там, переставлял, и, в общем, занимался, и вот такой вот период у меня несколько дней занял. Ну, как бы, не знаете, не умеете, как это делать, ну, как бы, так тяпляп, и это сделал. То есть внимательный зритель, кто захочет, вернется, посмотрит, увидит эту блямбочку затертую. Такие вот вещи вот есть, да? Ну, вот так, друзья, да. Помимо звука. Ну, кстати, иногда бывает, я сейчас вспоминаю, действительно, смотришь, какие-то видео, смотришь, что у них там, ну, вот это вот, как называется, я не знаю, такая область, да, где там, вот, заштриховано, грубо говоря, да, и теперь я понимаю, что, наверное, вот они как раз такой вопрос, там, да, решают, то есть есть какой-то известный бренд, чтобы не было, там, каких-то споров с этим связанных. Ну, его зеркалят, его, чтобы отображают, либо затирают. Ну, вот, друзья, вот простой пример, ну, куда могут уходить, а это куча, там, сил. Ну, в общем, как-то так, друзья, по поводу съемок в этом году. Как вы понимаете, то есть у нас много работы. Мы вот с Сашей обсуждали, мое предложение было снять, может быть, одно-два видео, ну, то есть, как бы в одном-двух поместьях. Это предварительные такие планы, мы посмотрим, как у нас пойдет, может быть, желание и согласятся соседи, может быть, там, три мы снимем, да, может быть, одно только снимем. Ну, посмотрим, но планы довольно скромные на этот сезон, просто, чтобы не забыть, как это делается. У нас были некие договоренности с некоторыми из наших соседей, но уже с этим сложнее стало, то есть, не все, как бы, соглашаются, то есть, мы где-то, там, список наших друзей, близких уже исчерпали, несмотря на то, что у нас сообщество большое. И, в общем, у нас где-то, ну, наверное, так же, вот, три приблизительно кандидата на вскидку вот есть. Ну, надо уточнить, что, как бы, это, ну, своего рода подвиг, да, принять людей, рассказать о своем участке. Конечно, да, ну, мы очень благодарны людям, которые нас принимают, потому что это все-таки, ну, я тоже понимаю это, что, ну, как бы, это некое интимное ваше пространство, да, вот, пустить его, и чтобы потом люди смотрели. Но очень благодарен тем, кто нас принимает, что вот они понимают, что это важно. Это важно для всего нашего движения, то есть, это очень легко увидеть по отзывам, которые есть под видео, то есть, когда вот я рассказывал об итогах первого сезона, то есть, меня поразило, ну, приятно, как бы, поразило, что некоторые конспектируют, там, смотря наши видео. Это очень здорово, конечно, это, ну, вдохновляет на дальнейшие подвиги, но действительно тут много сложностей. И также я хотел все-таки вернуться к вопросу вот сбора средств, краудфандинга, не всем понравилось это слово иностранное, да, которое мы использовали, вот, ну, к народному сбору средств. Мы в этом году уже не объявляем вот так вот, как в прошлом, да, там, когда вот нам действительно очень большая нужда была купить оборудование. То есть, сейчас, ну, более-менее мы купили все, что нужно. Спасибо вам еще раз огромное за это. Но если есть желание, то есть, по большей части, там, потребность какая, вот, Саше оплатить его работу, потому что, ну, она титаническая, то есть, она очень большая. Вот в этом году мы на выезды уже не поедем, то есть, как бы снимем просто в нашем сообществе, поэтому у нас транспортных расходов не будет, которые мы в прошлой съемке включали, да, в те две поездки. Вот, и это все просто, если вы найдете нужным, захотите нас поддержать, то есть, это пойдет просто вот все Саше для того, чтобы поддержать его в его работе. То есть, он делает ее так-то, в общем-то, абсолютно бесплатно. Ему будет проще, потому что ему, кроме, там, кучи других забот, ему все-таки приходится еще параллельно зарабатывать. За поддержание что-нибудь? Ну, да, ну, а как без этого? То есть, мы вот, я тоже вот сейчас у меня ситуация такая, да, что я, ну, он худой достаточно, да. Сейчас меня вот не падают, да. Стройный. Да, да, стройный, да. Ну, куда деваться, то есть, вот, мне тоже приходится крутиться, вертеться, но как-то хватает. Раньше были другие времена, ну, сейчас вот такие. Ну, в общем, мы будем развиваться, в любом случае. Ну, честно говоря, то есть, если так сложится судьба, все-таки, мне хочется развивать это дело, и я верю в него. И, ну, кроме, даже есть идеи, как бы, и кроме видео о родовых поместях, ну, вот у меня. Вот, просто сейчас пока, как бы, я не тороплюсь, особо там не двигаю это, но я бы, например, там, в будущем какие-то и другие интересные сельские проекты тоже там поснимал, о них бы рассказал. Потому что я считаю, что есть чему научиться, там, у каких-то там садоводов, которые не в родовых поместях живут, да, там, ну, много у кого, там, какие-нибудь, там, у меня есть идеи, там, не знаю, там, брать интервью, там, я знаю, вот, нескольких ученых, которые, вот, сельским развитием занимаются. Вот, мне кажется, это тоже было бы интересно. Ну, пока просто и такой возможности нет. Если вот как-то удастся финансовые вопросы решить, то можно будет развернуться пошире. Вот, ну, вот этот проект мы планируем дальше развивать. Вообще была мысль на третий сезон. Вот, ты мне как-то предлагал раньше то, что надо подумать насчет, там, помощи, да? И вот это, я думаю, что, наверное, надо. С монтажом? Нет, не с монтажом. Основная сложность, то, что в кратчайшие сроки нужно очень много кадров снять, план, вот, то есть, коптер, одна камера, вторая, третья, всякие проходки. Ага, ага. То есть, вот это вот, потому что я же не могу это один сделать. Да, 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 да. Да, да, я понял, да, я, я что туда вылетел у меня из головы, что мы отсюда. А, еще надо фотографии, еще надо, как бы, предварительные съемки, то есть, например, мы подъезжаем там, ну, вот это тоже все нужно, потому что, то есть, порадоваться, подписчиков друзей то что вот смотрите мы приехали вот мы сейчас здесь будем давно или как stories ну но тут кстати да уместно будет поблагодарить еще папу сашиного который в прошлом году нам очень сильно помог да но он вот помогал нам съемками вот в нашем сообществе то есть вот 6 поместье которые мы сняли в прошлом году он везде приезжал очень много там да на выезд он уже когда выезд на не поехал но это сразу чувствовать я просто бегал когда угорелый нам все то есть пытался запомнить где я что снимал и где нужно по конкретнее на что-то внимание обратить старался вот по памяти просто подходим там крупно сфотографировали там снял вот чтобы так вот не носиться то есть нужен как минимум еще один оператор или два точнее один оператор еще и один тут человек который чисто занимается фотографией и ну не знаю вот как это крупные планы какие-то тематические какие-то нужные вещи отдельно например с каком-то членом из семьи подходит и говорит давайте там запишем старые фотографии поищем потому что если то есть я просто не смогу это все сделать и даже мы вдвоем не сможем потому что ты как бы думаешь что сейчас будем говорить я не да 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 ну да нам нужны помощники и ну в принципе давай ну мы тогда вот сейчас и обратимся то есть но вдруг кто-то вот посмотрит нас кому это интересно я думаю мотивация здесь может быть какая кому вообще интересна тема то там родовых поместья у вас будет возможность получается приехать и посмотреть изнутри послушать что говорят люди увидеть вот ну как бы изнутри потому что это же не так просто попасть кому-то внутрь когда вот тебе от парамот рассказывают все самое самое так же должно быть человек должно быть человеку интересно делом да но при этом у вас должен быть навык то есть не просто вам это интересно да то есть в общем если вы увлекаетесь фото-видеосъемкой там монтажом то есть разбирайтесь в этом понимаете это и вам интересно вот тема родовых поместья и нравится то что мы делаем давайте ну напишите нам пообщаемся ну вдруг мы найдем друг друга вот и было бы здорово конечно хочется следующий раз ну то есть уже насмотренность некоторые есть я смотрел несколько каналов которые занимаются похожей деятельностью но как бы там больше там по коттеджем ездят люди да там что-то узнают есть некоторые там у них свои личные фишки наработки которые стоит бы ну использовать во всяком случае свой повторить на свой лад вот и для того чтобы просто было более премиальное видео у нас получалось более интересное более разностороннее более такой который то есть не стыдно там показать человеку который вообще ничего не слышал до этого об этом ну да согласен для этого ну как бы определенные до иметь знания навыки и талант чтобы это сделать смотребельно грубо говоря даже приходишь к человеку он переживает что я здесь там не подкосил можно же красоту передать даже вот есть человек еще не подготовлен ну в общем друзья пишите вот если такое желание у вас возникнет нам помочь в этом смысле вот с радостью пообщаемся вот встретимся ну а так в общем все мне кажется да ну если ничего не забыли ну наверняка чего-нибудь забыли но я думаю что все вот спасибо вам большое будем на связи большое спасибо за внимание и до новых встреч да все счастливо друзья